здравствуйте вы на канале урал спецтран здравствуйте константин добрый день мы сегодня решили рассказать вам вот такой ольга решила ольга решила оказалось что для тех воды несмотря на цвет хотя вроде как обычный желтый цвет обычно бывает для кислоты но сейчас это неважно я первый раз когда бочку это увидел вообще не знаю цвет такой интересный мы сегодня кстати в офисе дели гадали почему ее заказчик попросил так раскрасить вот кто знает пишите комментарии может быть это может быть она на экспорт пойдет и это флаг какого-нибудь государства но опять же почему почему тех вода по-русски написали да вот ну не знаю такой цвет спорный мы сначала думали что это это подрос нефть но у роснефти по моему черный черный желтый и белый и белый по моему а здесь вот лишь чё это красный да вот ну да у нас очень холодно рассказывать не охота но но надо да 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 это обычная обычная рамная бочка но не совсем обычно это рамная бочка но под какой-то под какую-то тех воду то что такое подразумевается тех вода какие-то спец составы спец реагенты которые используются для обычно эту технику покупают то есть для перевозки жидкости которые нагнетают скважину или подготавливать какие-то растворы для нагнетания скважины то есть скважину бурят там я всей технологии не знаю ну как я понимаю чтоб она там не обвалилась ничего там ее цементируют там всякую химию туда закачиваю лежит на ложементах вот смотри сделали наши подкладки резиновые наконец да то есть чтобы не лента терлась а лента терлась вы сейчас поедете да они поедете только приехали да то есть вот чтобы трение происходило не цистерна лента цистерна прокладка лента то есть она уже краску не будет сдирать вот на первых наших бочках там до проблема была с подкладкой делали лента по железу через какое-то время все равно красочка лопалась терлась ржавчинка появлялась это обычный наливник насоса здесь нет можно рассказать про подвеску опять же это немецкая бпв подвеска кто-то меня сильно раскритиковал что я колпачок показал ну господа не знаю не нравится не смотрите там ну как-то я снимал говорю вот смотрите да помнишь да ну колпачок это временно технологически все без них можно ездить я еще раз его сниму чтобы того товарища подлить может просто показал приходит так чтобы это технологические колпачки они потом снимаются давай вот видишь задний слив бочки обычный наливник то есть верхний налив задний слив ну кстати вот смотри прищепка без цепочки не знаешь дана нет нет не знали это игорь и что это без цепочек булавки потеряются этих булавок извини а булавок надо вводить как тут либо либо булавку убрать либо цепочку ввести ну рука в полу такой же до используется да такой же как и на гсм и на на светлые нефтепродукты такой же это 80 диаметр 80 g до 80 сотка сотка побольше а это зеленый такой а мы думали черный слушай да господа смотрите да даже не желтый какой-то он лимонный красный и темно-темно болотно зеленый вот чей-то флаг кто знает напишите нам самим любопытно почему такой цвет заказываю честно не знаем опять же если на окраске акцентировать внимание он заказал эту покраску он за эту покраску переплатил ну насколько она ему можно почему переплатил потому что каждый слой красится отдельно то есть надо покрасить сначала один слой просушить его потом закрыть ту поверхность которая покрасили покрасить следующий опять просушить то есть удорожание идет большое именно за использование покрасочной камеры но вот тем не менее надо ему такой цвет вот здесь у нас смотри видишь патрубок выйдем а где-то уже показывает это для удобства накачки чтобы шланг подкачки от тягача не тянуть но он может его просто не хватить здесь из воздушной системы вы выведена вывешь как бы свой переходничок и можно колески под подкачивать пойдем посмотрим кубатуру вот смотри получается собственная масса у нее 8 822 а допустимая масса 30 стоит что получается у нас 20 21 тонна это перевозимый груз ими два масса груза а по губатуре тут кубов 17 то есть это бочка для перевозки жидкости плотностью выше единицы надо славу спросить слав а не помнишь сколько тут кубов 17 вот я прав то есть 17 кубов до кубов 17 то есть это именно власти возить какие-то может солевые раствор точно я вспомнил надо внутрь лезть да да там еще там еще покрытие специальное внутри там специальное химостойкое покрытие палак полезли слушай ну я тогда сам залезу мне любопытно просто да ты не лазьте чё я хочу посмотреть как выглядит поверхность это обработка как выглядит обработка хочу посмотреть слушай тут не видно ни черта но воняет изнутри здорово да то есть остаточный эффект еще есть от состава ну то есть чем-то типа растворителя пахнет то есть видимо покрытие это на все равно на основе какого-то растворителя присутствует запах а ничего не видно ладно поверьте нам на слово то есть бочки изнутри обработаны составом называется он в данном случае палак но составов существует большое множество разных есть конечно минус будет лазить ну ну видишь неудобно да немножко действительно лестницу неправильно сделали не совсем удобно это еще не знаешь что в это критично совсем уже да как нас любит хайд просто некоторые товарищи вот ну очень 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 отрицательно отзываются ты знаешь это я таких людей наверное надо называть или называет их уже диванными как их диванных да диванный критик диванный эксперт хочешь сказать ты сначала сделай что-то такое и покажи что ты сделал да если ты сделаешь лучше то мы тебя все похвалим вот а то они ничего лучше не сделали а уже уже всех других хаят ну ладно давай попрощаемся всем пока пишите нам на наш канал Ольге пишите а не все еще подожди меня девчонки просили с офиса привет передать да привет всем нашим девчонкам с офиса ну поехали особенно Маше Богатыревой вот она очень больше всех просила привет привет Маша тебе привет пока